привет давай с тобой соберем ламу посмотри какая она детализированная для начала разложи детали у себя на столе так же как у меня чтобы тебе было удобнее собирать возьми большой белый прямоугольник а затем высокую белую деталь с отверстием посередине прикрепи вот с этой стороны отлично переходим дальше возьми высокий скос белого цвета и прикрепи его в этом месте затем тебе необходимо взять второй точно такой же и прикрепить рядом с предыдущим теперь разверни эту конструкцию и возьми такую же третью деталь она будет крепиться вот тут после чего аналогично нужно взять и четвертую такую же она будет крепиться рядом с предыдущей теперь возьми обычную белую высокую деталь и прикрепи ее с этой стороны ровно посередине далее возьми серую круглую деталь она будет вставляться вот в это отверстие отлично вставь ее до конца ты не поверишь но ламы отличные альпинисты они могут легко передвигаться по скалам и крутым склонам переходим дальше возьми длинную высокую белую деталь и прикрепи ее вот в этом месте затем возьми высокую белую деталь с двумя креплениями сбоку и поставь ее тут после чего вторую точно такую же деталь необходимо прикрепить рядом с предыдущей далее возьми обратный скос и поставь его вот сюда затем второй точно такой же нужно прикрепить с противоположной стороны теперь разверни эту конструкцию и найди третий такой же обратный скос его нужно прикрепить вот сюда но уже другой стороной затем возьми четвертый точно такой же и поставь его вот в этот последний угол далее возьми белый квадратик его необходимо прикрепить снизу одного из скосов затем возьми второй точно такой же и прикрепи с другой стороны на другой обратный скос после чего возьми третий и прикрепи уже на третий свободный скос ну и аналогично найди четвертый маленький квадратик и прикрепи на последний свободный обратный скос теперь возьми белый кружок этот кружок необходимо прикрепить вот сюда снизу этого квадратика затем возьми второй кружок его нужно прикрепить вот сюда на уже другую ногу после чего найди третий кружок и прикрепи на третью ногу ламы. Затем найди четвертый круг. Его необходимо прикрепить на последнюю оставшуюся лапу. Ламы очень выносливые, они могут жить в суровых условиях, переносить холод, жару и нехватку воды. Теперь возьми вот такой белый скос, а также маленький белый квадратик. Прикрепи снизу этого скоса, после чего эту конструкцию необходимо будет закрепить на серое крепление. Это будет хвост лама. Теперь возьми вот такой узкий белый прямоугольник. Его необходимо прикрепить на эти боковые крепежи. Далее возьми гладкий большой прямоугольник. Его нужно закрепить в этом месте. Теперь возьми маленький белый прямоугольник и прикрепи его вот здесь посередине. Теперь найди обрезанный скос. Его нужно будет прикрепить вот сюда вот. Он будет направлен вниз. Затем найди второй обрезанный скос, но обрезанный в другую сторону и прикрепи уже вот с этого края. Затем возьми большой скос. Его нужно будет прикрепить посередине между этих скосов, которые ты только что поставил. И вот что получилось. Переходим дальше. Возьми белый прямоугольник, а также высокую белую деталь с двумя отверстиями. Ее необходимо прикрепить так, чтобы она немного выступала. Затем возьми второй прямоугольник и закрепи его под этим выступом. Далее возьми гладкую белую четверть круга и прикрепи ее вот в этом углу. Затем возьми гладкий прямоугольник. Его необходимо поставить с этой стороны. После чего второй точно такой же нужно прикрепить уже с другой стороны. Вот так. Стороны очень похожи. Переходим дальше. Возьми белую оконную раму. Ее нужно будет прикрепить вот так посередине. Затем возьми высокую белую деталь с двумя отверстиями. Она будет крепиться следом за оконной рамой. Сейчас мы с тобой собираем голову ламы. Возьми высокую деталь с двумя креплениями с двух сторон. Ее нужно поставить вот в этом месте. Затем вторую точно такую же необходимо присоединить рядом. Обрати внимание, куда направлены боковые крепежи. Теперь найди третью такую же деталь. Ее необходимо прикрепить уже с другой стороны на высокую деталь. После чего четвертая такая же деталь с двумя крепежами будет крепиться рядом. И вот какая конструкция получилась. А ты знал, что ламы отличные охранники. Их часто используют для охраны стат овец и коз от хищников. Ламы агрессивны по отношению к ним. А их крики могут отпугнуть волков и койотов. Затем возьми белый прямоугольник. Он будет крепиться вот тут с краю. Далее белый квадрат нужно прикрепить с этой стороны. После чего, развернув конструкцию, необходимо прикрепить вот такой белый прямоугольник. Теперь с последней стороны необходимо прикрепить белый квадрат на эти боковые крепежи. И вот такая конструкция у нас с тобой получилась. Возьми высокую г-образную деталь. Прикрепи ее так, чтобы она немного выступала сбоку. Затем возьми вторую точно такую же и прикрепи ее вот сюда. Она также будет выступать. Теперь возьми белую оконную раму. Она будет крепиться вот здесь сверху. Теперь возьми большой обратный скос и прикрепи его вот в этом месте. Затем возьми второй точно такой же и поставь на вот этот свободный крепеж. Вот что получилось. Теперь возьми белый кубик. Его необходимо прикрепить сверху, соединив два обратных скоса. Теперь возьми вот такую высокую длинную деталь и прикрепи ее с этого края. Затем разверни конструкцию и прикрепи точно такую же деталь вот сюда вот. После чего найди высокую белую деталь с двумя креплениями с двух сторон. Поставь ее вот тут. Обрати внимание, куда направлены крепежи. Вторую такую же деталь необходимо прикрепить с другой стороны. Также обрати внимание, куда смотрят вот эти крепления. Теперь возьми высокую деталь с двумя крепежами с одной стороны и прикрепи ее между двух предыдущих деталей. И вот что получилось. Теперь возьми длинный прямоугольник. Его нужно поставить вот тут сверху. Затем возьми г-образную белую деталь и прикрепи ее вот под таким углом. Вторую такую же г-образную деталь нужно прикрепить рядом. Теперь возьми высокую белую деталь и прикрепи ее вот тут. Затем найди белую деталь с перекладиной. Она будет крепиться вот тут на г-образной детальке. Вторая точно такая же деталь с перекладиной будет крепиться с другой стороны. Перекладины направлены в разные стороны у этих деталей. Теперь найди высокую длинную белую деталь и прикрепи ее следом. Далее необходимо взять высокий белый скос и поставить его с этой стороны. После чего второй точно такой же необходимо прикрепить рядом. Теперь найди белый прямоугольник. Его необходимо закрепить на этот боковой крепеж. Вот что получилось. Теперь разверни эту конструкцию и возьми точно такой же белый прямоугольник и также его прикрепи. Теперь возьми белый прямоугольник, а также длинный белый прямоугольник. Соедини их вместе. После чего еще один прямоугольник необходимо прикрепить снизу, вот тут. Далее длинную белую деталь необходимо закрепить сверху, чтобы получилась следующая конструкция. После чего найди белую гладкую деталь полукруга, поставив ее вот в этом углу. Затем вторую точно такую же деталь полукруга нужно прикрепить уже с другой стороны, вот так. Теперь найди белый прямоугольник и закрепи его между этих гладких деталей. Далее найди г-образную деталь и прикрепи ее вот сюда чуть выше. После чего вторую г-образную деталь нужно прикрепить рядом с предыдущей. Теперь найди черную гладкую деталь глаза, она будет стоять на этом крепеже. Затем найди вторую деталь глаза, она будет крепиться вот тут, уже с другой стороны. Теперь найди гладкую деталь четверть круга и поставь ее вот тут снизу. После чего вторую точно такую же необходимо прикрепить рядом, вот так. Получился полукруг. Теперь возьми гладкий прямоугольник с креплением сверху посередине, поставь его вот тут между глаз. Затем возьми белый прямоугольник и закрепи его сверху детали, которые ты только что поставил. Затем найди бежевую четверть круга и поставь ее вот тут. Это будет носик ламы. Теперь эту конструкцию мы можем закрепить на вот эти боковые крепежи. Крепиться они будут вот здесь. Отлично, лама почти готова. Осталось совсем чуть-чуть. Давай соберем ей ушки. Возьми перевернутый скос, а также маленький белый квадратик закрепи в этом месте. После чего возьми квадрат с крючком и поставь его сверху предыдущего. Затем возьми белый скос. Его необходимо поставить поверх всей этой конструкции. И первое ушко готово. Соберем второе. Возьми обратный скос, а также маленький белый квадратик закрепи вот тут. После чего квадрат с крючком сбоку необходимо прикрепить сверху предыдущего. После чего возьми скос и прикрепи его поверх всей этой конструкции. И у тебя получилось второе ухо. Теперь давай прикрепим его вот сюда к этим белым перекладинам. Крючок необходимо будет вставить в перекладину. И все готово. Первое ухо мы с тобой прикрепили. Теперь разверни эту конструкцию и возьми второе ушко. Оно точно так же крепится вот к этой белой перекладине. Отличная работа. Теперь возьми белый маленький прямоугольник и закрепи его на вот эти боковые крепежи квадратиков. После чего найди большой белый прямоугольник. Его необходимо закрепить вот тут, чуть ближе к ушкам. Затем найди второй точно такой же прямоугольник и его закрепи перпендикулярно предыдущему. Вот так, между ушей ламы. Теперь возьми скос, обрезанный вот в эту сторону. Его закрепи поверх этого маленького прямоугольника. Затем найди второй скос, обрезанный уже в другую сторону и закрепи его рядом с предыдущим. Отличная работа. Голова ламы готова. Давай прикрепим ее к туловищу. Крепиться она будет вот на эти крепежи. И чудесная животная лама готова. Ты большой молодец!